Для этих куличей песок только сахарный. Его здесь считают тоннами. На несколько дней пекарный цех переходит на пасхальное меню. Утро начинают с молитвы. Святой водой окропляют и сырье, и оборудование. Основную работу доверяют технике. Она и месяц, и форму придает. Опытные пекари эту выпечку зовут кексами. По привычке. В советское время изделия пасхальный кулич не было. Сейчас к названиям подходит с фантазией. Если раньше были стандарты, то есть придумывали за нас, то теперь как бы разрешается разрабатывать самим изделие. Поэтому мы придумываем сами. Ну, куличи, что можно придумать? Вот кулич воскресенье, кулич пасхальный, теперь у нас кулич купеческий. Ее рукам доверяют самое трудное – печь. За смену Ольга Маякова готовит тысяч семь куличей. Все по рецепту. Мука, яйца, сахар, масло. Правда, для теста своя изюминка – хорошее настроение. Со злостью, когда начинаешь работать, и хлеб совсем плохой. И по вкусу, и растойка не идет, и ничего не получается. А когда приходишь с настроением на работу, и хлеб хороший. А вот эта работа техники не под силу. Украшают куличи исключительно вручную. Здесь шутят. У каждого кулича свой характер, потому двух одинаковых не найти. По строгим правилам здесь не только готовят, но и одеваются. Для всех мастеров – дресс-код. Возле теста и правда не помодничать. Из-за жары в помещении косметика потечет. Да и украшения пекари не носят. Серьги и кольца в пасхальном куличе – ингредиент лишний. Кристина Трушина, Станислав Ивашенко, Валерий Богословский. Новости Телеобъектив.